Русский рэп не всегда был мейнстримом и музыкой стадионов. Даже во времена, когда Децл разорвал MTV, жанр был маргинализированный и неуважаемый калькой на западную сцену. Но и тогда из него прорывались уникальные персонажи с неповторимой харизмой. Например, Мистер Малой. Он, как и Кирилл Толмацкий, рано начал заниматься рэпом, но читал не про мажорные вечеринки и широкие штаны, а про грехи, из-за которых он будет погибать молодым. В каком-то смысле текст оказался пророческим. Талантливый парнишка быстро сгорел и исчез, но не бесследно. Его история одна из самых интересных в мире раннего русского рэпа. Сегодня поговорим о ней, а поможет нам в этом статья Виталия Халюкова с портала Кликурдай, ссылку на которую мы оставим в описании. Что ж, приступим. Но перед тем, как мы начнем, хочется посоветовать вам крутую вещь. Hustle.rf – это магазин крутых кроссовок и одежды по самым вкусным ценам. В ассортименте более 3000 моделей кроссовок и все в наличии. На сайте только реальные отзывы покупателей магазина, которые можно проверить. Удобное оформление заказа и отзывчивая поддержка профессионально помогут подобрать правильный размер. И самое главное, у ребят есть бесплатная доставка и оплата при получении. Также только для наших подписчиков действует промокод BPM, дающий скидку аж 30%. Заходи на проверенный магазин и убедись сам. Ссылка будет в описании под видео. Ну а мы начинаем. Поехали! Андрей Цыганов – первый настоящий фрешмен в истории русского рэпа. До него никто из российских рэперов не становился звездой в подростковом возрасте. Более того, в России начало 90-х еще не было популярных рэперов, хотя хип-хоп как субкультура уже зарождался. К моменту, когда Мистер Малой стал популярным персонажем, известными рэперами можно было назвать разве что группу «Мальчишник» и, возможно, Богдана Титамира. Цыганов родился 4 марта 79-го года в Ленинграде. Мальчик стал младшим ребенком в семье военного подводника и домохозяйки. Первым увлечением ребенка стала группа кино. В 9 лет мальчик наизусть заучивал тексты песен и тихонько подпевал Виктору Цою, особо не понимая смысла композиции. В 12 лет в жизни Андрея появились танцы, и рок уступил место хип-хопу и фан-ко. В 91-м году Андрей записался в секцию по брейк-дансу, что в те времена было чуть ли необязательным условием для хип-хопа. Они с друзьями шатались по улицам, учили сленг и танцевали в разных местах. Малой даже однажды выступил в переходе с группой Bad Balance Влада Валова. Но рэпом Андрей увлекся благодаря коллективу «Термоядерный джем», участники которого коверкали слова, а в 90-м году записали трек «Буду погибать молодым». Да, тот самый. Через год после этого Андрей случайно познакомился с кумирами и начал уверять их, что знает все тексты наизусть. 12-летнего паренька взяли в «Термоядерный джем» и сделали из него артиста. Так, родился проект «Мистер Малой», при создании которого ребята ориентировались на западный несовершеннолетний дуэт Крис Кросс. Как рэпер, «Мистер Малой» начинал с роли одного из МС на альбоме «Термоядерного джема», а после ему дали перепеть «Буду погибать молодым». И его версия текста оказалась гораздо более харизматичной. Одно дело, когда о пагубных привычках и смерть в молодости читают взрослые рэперы, и совсем другое, когда у микрофона стоит 13-летний щеголеватый пацан. Тогда все это было неочевидно. Публика была в восторге от контраста между взрослым текстом и детским голосом. Малому нашли продюсера и деньги на клип, который сразу попал в ротацию. Съемками занимался в том числе диджей 108-й. Его вы можете знать как одного из судей в лучшие годы «Версуса». В 94-м году 13-летний мистер Малой стал популярным рэпером, а в 95-м выпустил первый альбом, названный по имени самого популярного трека «Буду погибать молодым». Тексты и музыку для мистера Малова написали друзья Денис Чернышов, Тенгиз и Мираб Садыков. Ход. Наиболее известными треками, помимо заглавного, с дебютной пластинки стали «Шмык под кожу» и «Миллион мегадос». Ценители помнят и другие песни, но массовый слушатель знал Малова именно по этим главным хитам. Причем даже те, кто обычно не слушал рэп. Остальные треки были похожи по стилю и содержанию. Бодрый хип-хоп с незамысловатыми, но все же не детскими текстами об уличной жизни, тусовках и веществах. Да еще и в дерзко-оптимистичном настроении, очень танцевально и, как правило, в высоком темпе. Все это за 4 года до появления Дэдсла с похожим, но более вылизанным и MTV-шным стилем. Кстати, если говорить про Дэдсла, то нельзя не сказать, что все-таки именно он стал первым по-настоящему известным русским рэпером. Звездой, чей статус никто не подвергал сомнению. И все это в весьма юном возрасте. С Дэдслом так или иначе связано многое в истории российского хип-хопа. В нашем телеграм-канале по ссылке в описании вы найдете интересные факты про жизнь и творчество Кирилла Толмацкого. А мы пока что пойдем далее. Со своей популярностью Мистер Малой явно не справился. Хотя тут могут быть и другие трактовки. Команда термоядерного джема писала новые треки и пыталась тянуть Андрея на студию. Но он уже в подростковом возрасте подсел на все то, о чем читал в треке «Буду погибать молодым». Дошло даже до самых тяжелых веществ. К моменту выхода второго альбома, где у Малого был фицпопулярнейший на тот момент Натальи Ветлицкой. Рэпер не вылезал из тусовок с мутными людьми, а общался с ними без того чаще, чем с коллегами-музыкантами. Так что яркая вспышка под названием «Мистер Малой» просуществовала от силы два года. Сам Андрей позже говорил, что не помнит конец 90-х. К 20 годам состояние Малого стало настолько плохим, что он начал выносить из дома ценные вещи. Даже продал стиральную машинку своей матери. И от парня тогда отвернулись все, кто начинал работать с ним как с молодой звездой. Однако нужно отдать Малому должное. Он смог победить зависимость, несколько раз лежал в рехабах и уже в нулевых вернулся к творчеству. Но что это были за треки? Ребята из термоядерного джема к тому моменту тоже решили бороться с веществами и алкоголем. Их новый проект назывался «Пьянство Бойс», куда и подтянули выросшего и набравшего много личных кило мистера. Альбом «А и Б сидели на игле», выпущенный «Пьянство Бойс», вызвал больше ажиотажа, чем сольное творчество музыканта. В четвертом году свет увидел последний сборник оригинального «Триошлак Дональдс». После смерти Мираба Садыкова в девятом году группа прекратила свое существование. Но новый образ Малого казался не таким выигрышным, как амплуа подростка-грешника, который носит штаны задом наперед. Ничего не боится и уже морально смирился с печальной судьбой. В 2003 году мистер Малой выпускает альбом «Курил Бухал», где читает исключительно о том, как ему было плохо и как он теперь чист. Самый показательный трек называется «Лимонад». Это антипод «Буду погибать молодым». Это самый настоящий ЗОЖ-рэп. И так в каждом треке. Получается, Малой исцелился, но потерял популярность и выигрышный образ. Ни один из его релизов больше не попадал в черты, а интересовались им только исследователи, которых заинтересовала судьба артиста. За годы отсутствия в трендах Малой успел закончить универ, побыть продюсером в питерском клубе грибоедов, поучаствовать в жизни нескольких проектов и даже попробовать себя в роли ведущего программы «Фрэш Фарш» на Питер ТВ. Еще он раздал кучу интервью, где рассказывал о своем падении и воскрешении. В 2008 году мистер Малой предпринял попытку вернуться на сцену как самостоятельный артист. Рэпер объявил о выходе нового альбома на высоких берегах гламура, но диск так и не появился в продаже. Если говорить о каких-то примечательных вещах, в последний раз мы все видели Малого в клипе «Монеточки» на песню «90-е». В поздних интервью Малой рассказывает о медитации, йоге и вегетарианстве. Не лучший стартовый набор, чтобы возвращаться на сцену, но сейчас его устраивает спокойная жизнь в Сочи и статус нишевого артиста для старых поклонников и больших ценителей. А тот пацан из 90-х, которого помнят все, похоже, реально погиб молодым. В общем, предназначение мое такое. Это сделать вокруг себя максимальное количество людей счастливыми. Раз. Во-вторых, поднимать настроение людям. То есть, чтобы люди смеялись, улыбались, радовались. Вот это моя миссия. Карьера Малого была очень короткой и яркой, правда, не без участия термоядерного джема. Так или иначе, этот рэпер навсегда останется в истории российского хип-хопа. Он стал звездой в подростковом возрасте с неизвестным массовым услушателем жанром и был не только первым фрешменом, но и одним из первых русских рэперов в принципе. Можно не сомневаться, что будущие звезды уже окрепшего рэпа росли в том числе на треках Мистера Малого. А на сегодня у нас все. Знали ли вы про Мистера Малого? Почтите свое мнение в комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!